Хочу вам рассказать один прикол. Будем смотреть, тестировать барбершопы, немножко несъедобный бизнес. Сегодня мы затронем очень интересную тему, точку безбыточности. Ну, не бизнес ради бизнеса, нужно зарабатывать больше. Список расходов, он для всех одинаковый практически. Как было раньше или как сейчас. Нужно бюджетировать, нужно составлять план постоянных расходов, выдавать его там, в общем, бухгалтеру, да. Всем привет. Вот хочу вам рассказать один прикол, когда ты попадаешь в ситуацию, когда у тебя два твоих парикмахера, один заболел, а второй уехал в отпуск. А реально надо подстричься, я выгляжу просто ужасно. То выход один увидел у знакомого, как он посетил барбершоп, и сейчас записался, будем смотреть, тестировать барбершопы, немножко несъедобный бизнес, но думаю, будет интересно посмотреть. Пойдем посмотрим. Ну, что, сейчас будем встречаться. Саня выглядит опытным мастером, поэтому надеюсь, что подстрижет меня не хуже, чем и мои привычные мастера. Так что посмотрим, что получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, что, как вам моя новая стрижечка? Отличный салон, ребята молодцы, очень прибыльный. Пока я сидел, человек 20, ребята обслужили, молодцы. Средний чек 15 долларов стрижка. Почитайте сами. Я уверен, что эта сеть будет расти и процветать. Всем советую, отличное место. Чоп-чоп. Чоп-чоп барбершоп. Чоп-чоп. 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 Друзья, я хочу вас поприветствовать и познакомить. Это Марина Григориан, директор ресторана Аляска, город Киев. Сегодня мы затронем очень интересную тему точку безубыточности. И Марина, первый вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, что такое точка безубыточности? Здравствуйте, прежде всего. Точка безубыточности – это все расходы, совокупные, без которых ресторан не может жить. И точка безубыточности – это минимальное соотношение доходов и расходов, при котором ресторан работает в ноль. Окей, принято, хорошо. Что ты посоветуешь? То есть на каком этапе нужно формировать точку безубыточности? В чем отличие от бизнес-плана? Многие люди не понимают, что это именно и путают это с бизнес-планом как таковым. Это похоже на бизнес-план. Чтобы сделать правильную точку безубыточности, нужно иметь опыт, нужно реально смотреть на свой проект, на свою концепцию, что ты хочешь сделать, как ты хочешь сделать. И нужно обладать реально практическими навыками, реально знать рынок, чтобы сделать правильно. То есть точка безубыточности, ее правильно делать на этапе формирования концепции, но желательно даже до того, как инвестировать в проект. Отлично. Потому что когда вы сформируете точку безубыточности, это сколько вы должны зарабатывать, чтобы покрывать все свои расходы. Соответственно, вы сможете четко понять, сколько же надо вообще денег инвестирует. А да, ну как бы это же не бизнес ради бизнеса, нужно зарабатывать больше. И вот все, что может зарабатывать это место и эта концепция, и дать больше, чем безубыточность, соответственно, это как бы то, ради чего стоит входить в этот бизнес или нет. Хорошо. Как формируется, с каких частей состоит точка безубыточности, и как мы можем классифицировать расходы? Ну, смотри, как бы вот я когда захожу в проекты, последние, по крайней мере, то есть у меня уже достаточно опыта, прежде чем войти в проект, очень важно понять, смогу ли я оправдать ожидания инвесторов, сможет ли этот проект развить свой потенциал. И я, например, делаю точку безубыточности, она для каждого заведения разная. Список расходов, он для всех одинаковый практически. Если ресторан, ну такой, как там Аляска, много расходов, много сервиса, их больше, как бы в ресторанах более демократичных их меньше, но все равно как бы база, она одна и та же. Поэтому как бы очень важно прочувствовать свое место, насколько оно сможет зарабатывать, и есть индивидуальные, да, там, индивидуальные расходы, такие, например, как аренда, которые, ну, как вы договорились, так в вашем бизнесе, конкретно в вашем проекте и будет работать. Ну да, иногда бывает, что партнер вообще владеет… Это идеально, потому что аренда занимает сейчас вот в среднем по городу, вот там в разных проектах, 5, это вообще прекрасно, если есть 5%, вот товарооборота занимает аренда, но очень многие, когда наступил кризис, как ты знаешь, договорились, 10% от оборота забирает аренда. И некоторые, ну, как бы некоторые рестораны сейчас так и работают. Поэтому 10% – это очень много для ресторана. Я предлагаю вернуться к классификации по процентам. Давай расскажем о следующем, да, что есть переменные и постоянные расходы. Вот в чем их отличие? В чем их отличие? Ну, как бы самая большая расходная часть в ресторане – это продукты. Она же и переменная. То есть в зависимости, как смотреть, сколько ты продуктов покупаешь, и как бы ты их реализовываешь или хранишь на складах, как бы. От этого зависит, где твои деньги. То есть их можно хранить там в вине, в мразильниках или покупать по чуть-чуть, не иметь больших запасов, но быстро оборачивать. Это называется концепция, да. Поэтому очень многие, как бы, одно время были тренды делать не очень широкое меню или там основаться на монопродукте именно для того, чтобы не наращивать вот эти большие объемы продуктовые. Но если говорить о таком классическом понимании ресторана, особенно такие рестораны, как любят сейчас в Киеве, это пицца, суши, все вместе, то это говорит просто об очень большом ассортименте. И в этом, ну, сложность, потому что его тяжело контролировать. И, как бы, когда вас… чем больше ассортимент, тем больше он списывается по чуть-чуть. И, как бы, ну, вы там теряете деньги, ну, по-любому. То есть я правильно понимаю, что в тренде сейчас монопродуктовые рестораны? И, в принципе, это намного разумнее, наверное… Это разумнее, но это, смотри, Андрей, у каждого места, у каждой концепции, у нее есть место, где она может быть реализована, понимаешь? Потому что если делать моно какой-то проект в очень каком-то… Ну, хотя, наоборот, это может хорошо работать в спальном районе, как бы, условно говоря, там, хачапурное, да, то есть, как бы, оно так и работает у нас сейчас, да. То есть оно классно, потому что люди продают конкретный продукт, и к ним идет узкий вот такой сегмент, те, которые приходят конкретно за хачапурь, они, как бы, особо не тратятся, они могут их продать все в пять вечера и сделать планы, и быть свободны. А тяжело быть рестораном, который много предлагает товаров. Да, ну, мое личное мнение, да, и вот господин Зельман Бульгер и Лобстер, да, говорит, что, ну, его философия – это монопродукты, на которых он может сфокусироваться, довести их до идеала, до вкуса, до качества, за счет объемов давать хорошую цену, да, и на его же примере мы можем сказать, что, открыв бургеры и лобстеры, он потом косвенно открыл еще один бизнес, потому что был номер один поставщик из Америки лобстеров в Европу, и сейчас он также импортирует их, как бизнес отдельный. Это проект где? В Лондоне и в Нью-Йорке. Если у нас в Киеве, да, у нас в Киеве есть успешно реализованные монопродуктовые проекты. Да, но мы сейчас говорим в общем, то есть… Ну, это, не, это очень важно понимать, потому что, ну, были попытки в Киеве сделать такие проекты, они не пошли, я тебе объясню, ну, как бы, мое, почему они не пошли, мое личное мнение, что у нас не хватает такого количества людей платежеспособных. То есть нужно фоксироваться еще локально, понимать… Пойдет это на рынок или нет, потому что, особенно, если, например, делать, ну, как бы, для кого этот продукт, понимаешь? То есть если делать дорогой монопродукт в Киеве, ну, как бы, вот, ну, в Лондоне, это понимаешь, что там безумный проходняк, и даже если человек хочет съесть, например, да, ну, он сегодня ест одно, завтра другое, третье, четвертое, как бы, он, ну, никто не ест бургер с лобстером каждый день. Да. Ну, даже если состоятельные люди, это, как бы, странно, это не тот продукт, который хочется есть часто. Не, однозначно. То есть, но, суммарно, достаточно много людей, большой трафик, и стоит очередь. А у нас нет, у нас, как бы, в принципе, туристов мало, туристических, как бы, у нас нету тут, мы не море, нет этой, как бы, потока. И, соответственно, как бы, нужно говорить о локал. Локал не будут ходить и кушать, даже если это курица, да, вот, как бы, бургер с курицей каждый день, понимаешь? Или, ну, вот, мое мнение, что в Киеве это опасно, именно делать с премиальным продуктом. А какой-то, вот, ну, лоу-сегмент, он успешно в этом работает. Ну, вот, как бы, ну, это маленькие вот эти будочки, которые, как бы, что-то делают хорошо, качественно, и там их разбирают местные жители. То есть, вот, как бы, цена очень имеет значение, естественно. Хорошо, приняли. Возвращаясь к расходам, приведи пример, что относится к постоянным расходам, чтобы наши подписчики понимали. Аренду, да, мы можем уже отнести это к постоянным расходам? Аренда. Я еще, кстати, хочу сказать, что, ну, в чем вообще разница, да, постоянные расходы, это то, что даже если к вам не придет ни один гость, то вы все равно потратите эти деньги, да, то есть, и переменные расходы, это зависит от вашего товарооборота, от трафика в ваши рестораны. Постоянные расходы, аренда, коммунальные платежи, расходы на персонал, большей частью постоянные расходы, там очень малая часть, хотя мы тоже стараемся сейчас уже гибко подходить к начислению зарплаты, то есть, есть ставки, есть какие-то бонусные проценты, которые зависят от производительности, но суммарно это незначительная часть. Налоги, фиксированные есть, ну, как бы очень много там хозяйственных вопросов, которые являются постоянными. Это, в принципе, как большое домашнее хозяйство, как бы, и только в профессиональном формате, то есть, ну, что у нас там еще из постоянного? Коммуналка, налоги, расходы, персонал. А сама, например, хост-часть, она уже зависит, конечно, от объема. Чем больше у вас людей, тем больше вы израсходуете там хост-средств, мыла, там, моющих и так далее, но все равно там вы закупаетесь с каким-то запасом. Налоги отчасти переменные, отчасти постоянные, потому что за персонал вы платите налоги в любом случае, а только за товарооборот, как бы, НДС у вас там может варьироваться, но все равно и акцистам, но все остальное это… И, ну, очень сейчас, как бы, к этому тоже стремимся быть более дисциплинированными и более, как бы, ну, доля налогов очень выросла сейчас в бизнесе. Хорошо. Реклама. Куда можно отнести рекламу? Реклама – это перемены. Реклама – это перемены, и каждый относится, ресторатор, к этому индивидуально, абсолютно. Есть очень многое, опять-таки, это зависит от концепции, от успешности проекта, от места. Если оно стоит в проходниковом месте, ему реклама особо не нужна. Если оно находится, хорошее заведение классное, оно где-то в стороне, его нужно рекламировать, и о нем нужно заявлять. В любом случае, есть такое понимание, как имиджевая реклама – это то, что, вот мы считаем, ну, обязательно должно быть, да, то есть обязательно должен быть сайт, хотя бы рекламная такая страничка, хотя бы одностраничный, да, то есть обязательно должен быть Инстаграм, обязательно должен быть Фейсбук. Насколько, какой ресторан вкладывают в контент, в фото, в статьи – это уже дело каждого. Но могу, в принципе, сказать, что очень много ресторанов этим занимаются, и занимаются уже там дорого, профессионально, и содержится большой штат сотрудников, которые работают с этим. Но это переменные, естественно, расходы. Важно понимать, что от этого можно отказаться, но если отказаться с точки зрения, попытаться сэкономить, ну, то это как бы уже начало… Бессмысленно. Бессмысленно, да, то есть это говорит о непонимании того, что происходит в бизнесе. Ну, хорошо, давай попробуем разделить в процентном соотношении все расходы, да, то есть у нас есть 100%, поделим на блоки и поймем, сколько принято отводить в процентном соотношении на каждый из блоков. Как было раньше или как сейчас? Ну, давай говорить, как есть сейчас, конечно же. Ну, смотри, всегда самая большая статья расходов – это продукты. Тут как бы можно говорить бесконечно, это зависит от концепции. Это фудкост, правильно? На какую сумму вы в соотношении покупаете и продаете? Есть в Дубае, кстати, вот у меня есть знакомые, когда я с ними беседовала на эту тему, они говорили, у нас фудкост 18-20%. Я говорила, ребята, вы вообще как такое может быть? Вы крутые. У нас 20% я вообще в принципе не помню. То есть, ну, нужно понимать, что это же средний процент, да? Да. Понятно, что там на какие-то напитки, на кофе наценка больше, на дорогие продукты меньше. Хотя, ну, бывают бизнеса, где просто математически умножают, как бы там средненько, но это очень редко. То есть все-таки как бы варьируется. То есть, правильно я понимаю, фудкост мы считаем, это закупка продуктов и напитков? Да, ну смотри, фудкост, ну, кто как отчитывается своими деньгами. Есть реализованный процент, реализованные деньги, а есть закупка. То есть ты можешь купить на 100 тысяч, а реализовать на 50 тысяч. Как правильно? И так, и так. Нужно смотреть и так, и так, и, ну, как бы опытным путем просто балансировать этими показателями. То есть все равно есть товарный остаток. И потом, ну, это очень большой объем, конечно, материалов и цифр, с которыми нужно работать. А потом, как бы, остаток нужно его смотреть, и, ну, сколько у тебя осталось товара, и, ну, за какой период ты этот товар реализуешь. Потому что, если, например, у тебя сахар в ресторане на 3 месяца, ну, как бы это глупо, это не, ну, как бы его можно пойти купить каждый момент. А если тебе пришла какая-то уникальная поставка васаби из Японии, и следующая будет там идти контейнером тоже каким-то специальным, то, понятно, ты этот уже запас васаби, именно такого, как тебе надо, будешь хранить 3-4 месяца. Каждый, ну, на каждую позицию нужно смотреть индивидуально. Отличный момент. Как быть, вот если мы закупили 100 килограмм васаби на год вперед, и как мы должны разбить эту затрату? Поставить фактически покупку, оплату там в этот месяц всего объема, либо же списывать по факту продажи? Ну, смотри, я однозначно смотрю и ДДС отчет, и пенель отчет. ДДС – это отчет о движении денежных средств. Это, как бы, для бизнеса самый честный отчет, потому что сколько денег ты заработал, сколько фактических денег ты потратил, и сколько фактических денег у тебя осталось денег. Но дальше потом нужно смотреть именно доходы и расходы конкретно от продажи блюд. Ну, и то, и то надо смотреть. Как бы ДДС просто покажет, что ты купил, ну, как бы, на какую сумму ты купил. А пенель покажет тебе именно, как ты их расходовал, эти средства, грамотно ли ты их закупил и разумно ли. Потому что, опять-таки, когда ты анализируешь каждую статью, и ты видишь, например, что у тебя, ну, курица куплена, да, там, на полтора месяца, ты понимаешь, что это глупо, это неправильно, нельзя закапывать деньги, вскоропортишь себе продукт, который не эксклюзивный, который можно докупить на рынке. Ну, все, и там, как бы, много, но, опять же, большой ресторан, большой ассортимент, и ты сидишь, как бы, смотришь очень много этих, ну, анализируешь это там с шеф-поваром, с бухгалтером, и просто принимать управленческие решения. Но в этом помогают сейчас программы, которые показывают, и, ну, просто нужно чуть-чуть уделять этому времени. Все же мы не ответили на вопрос, сколько сегодня в Киеве, в Украине принято процентным соглашением. Это зависит от концепции, это зависит от ценообразования. Я, ну, как бы, в последнее время работаю с премиальными ресторанами, которые работают с дорогим продуктом в себестоимости, то есть это импортные, там, мясо, это импортные рыба-морепродукты. У нас фудкост от 36 до 40%. Вау. И поэтому, когда, да, хотя, чтобы наша экономика была, хорошо себя чувствовала, нам нужно хотя бы быть, там, 31-30%. А вообще, конечно, хотелось бы 28%. Но это зависит, как бы, как вы, ну, работаете с продуктом, как вы миксуете эти продукты, и что вы в итоге, ну, с ним делаете, да, потому что что-то самое дорогое, что-то, ну, картошка недорогая, да, там, мука недорогая, тесто недорогое. Поэтому однозначно классно работают концепции, там, как бы, украинские, да, это там, где локальные продукты. Локальные продукты, это очень важно, да. Локальные продукты, или которые работают с тестом, да, потому что тесто всегда недорого, да, то есть если упор на пиццу, пиццерию, там, бургеры, как бы, удельно, там, в продукте много занимает место. Вот недорогой продукт, ну, понятно, там, нужно работать очень качественно, там, с оборудованием, с технологиями непосредственно, но, как бы, по экономике он классный. Предлагаю подытожить, из каких основных блоков состоит наша точка безобыточности, наши расходы. Постоянные расходы, без которых не может обойтись ресторан, это продукты, это аренда, это расходы на персонал, налоги, коммунальные расходы, хозадминистративные расходы, они небольшие. Дальше это арт-часть, о чем мы говорили, переменные такие расходы могут быть, не могут быть, и рекламные. Да, все верно. Хорошо, что бы ты посоветовала молодым предпринимателям, которые хотят открыть ресторан в городе Киеве? Я бы им очень рекомендовала быть осмотрительными, иметь очень четкое понимание в экономике предприятия, иметь именно собственные знания, потому что очень много на рынке могут быть мнений, непрактичных каких-то советов, то есть нужно иметь либо очень проверенные знания, или их как бы докупать, хотя опять-таки их докупать, это степень доверия такая штука сложная. Но нужно иметь четкое свое представление, что от этих расходов не уйти, нельзя в один месяц их не заплатить, это снежный ком, который будет потом наращиваться. То есть нужно смотреть реалиям в лицо, реалиям своего бизнеса в лицо и не заниматься самообманом. Это самое опасное, что сейчас может быть, ну и бывает. Точку безбыточности нужно планировать заранее, правильно? Заранее, на этапе проектирования, на этапе обсуждения концепции. Вот самое главное, это как бы заранее, то есть знаешь, что у тебя за площадь, что за место, какая у него архитектура, что там пойдет, какой там товар нужно продавать, чтобы он принес прибыль. Как ее контролировать? Нужно ли контролировать ее в текущем месяце, да, и сколько раз, там, день, через неделю? Нужно бюджетировать, нужно составлять план постоянных расходов, выдавать его там, в общем, бухгалтеру, да, и чтобы потом не заниматься подтверждением, например, постоянных расходов, но это не обязательно. То есть если есть фиксированные расходы, там, такие как аренда или коммунальные, да, их отдал, как бы подтвердил платить и все, но переменными нужно заниматься, контролировать. Я советую это делать через реестр, да, чтобы это были какие-то дисциплины финансовые на предприятии, да, чтобы какое-то там время, там, как-то консолидированно их подавали, была возможность их обсудить, проанализировать, только потом заплатить деньги. Есть ли какие-то программы? Посоветуй, как контролировать, может, удаленно расходы и как можно снимать отчетность. Мне нравится, мы сейчас работаем с программой Айка, Айка это программа, которая сразу выдает управленческий учет и позволяет без бухгалтерского образования, без особых там знаний заходить в те статьи, как бы достаточно глубоко их рассматривать и увидеть свои, то есть и расходы, и доходы, и на каком этапе находится предприятие, как бы видеть свой бюджет, финансовое состояние, денежное состояние, как бы день в день. Понятно. Хорошо принято. Сегодня с нами была Марина Григориан, опытный директор, успешный директор, привлекательная молодая девушка, мама двоих детей. Приходите в ресторан Аляска, вас здесь радушно встретят, очень вкусно накормят, и у вас будет незабываемый вечер. Спасибо, Андрей, приходите. Субтитры подогнал «Симон»!